Здравствуйте! И сегодня вновь о самых важных событиях уходящей недели расскажем в информационном выпуске события недели на Галмедиа. С вами Натья Бенделиани и коротко о главном. О главной проблеме Гала говорят все. От чиновников до жителей. Когда закроется мусорный полигон в Шашикуаре? Актуальный репортаж программы. Усилиями администрации и горожан в Гале появится собственная пальмовая аллея. Помощь врачу и пациенту. В Галмеде центральной районной больнице появился новейший аппарат ультроскоповой диагностики. Несмотря на заключение целого ряда экспертов и мнения общественности о том, что полигон в Шашикуаре на сегодняшний день вредит людям и экологии района, ввоз твердых бытовых отходов из Сухума прекратится только тогда, когда начнет функционировать Гурривский мусорный полигон. По словам специалистов, это может произойти уже в конце 2024 года. Мусорный полигон в селе Шашикуаре – одна из самых наболевших тем для Гала. Он был открыт по соглашению о ввозе твердых бытовых отходов из Сухумского района. Люди, наоборот, должны избавляться от этого мусора. А здесь происходит то, что мусор, наоборот, приезжает в наш район. Тот человек, который болеет душой за район, он должен сказать, что нам такой подвигой не нужен. Это преступление века. Населенный пункт такой творит – это преступление века. Договор был такой, что обслуживание свалки лежит на плечах Сухума. В случае введения тарифа, значит, мы с Сухумцев будем брать просто плату, но прорабатывать придется самим. Ну, значит, надо бы закупать технику. Это много миллионов, и на данный момент мы это просто физически не подняем. Основная масса депутатов изъявили желание, чтобы завоз этого мусора вообще был прекращен. Все хотят, чтобы его не было, но никто руку не приложит, чтобы вот этого не стало. Он не рассчитан на такой объем мусора. Там катастрофическое положение. По словам главного санитарного врача Галатского района Стамура Гамге, при проверке саннепитслужбой установлено, что полигон ТБО Шашеквара не соответствует санитарным нормам. Воз твердых бытовых отходов из Сухума прекратится тогда, когда начнет функционировать ультрибский мусорный полигон. И, скорее всего, это произойдет, по словам специалистов, в конце 2024 года. До этого, к сожалению, жителям Гала придется и далее терпеть многочисленные неудобства, вызванные свалкой. Полностью специальный репортаж Илона Микава о настоящем и будущем мусорного полигона в Шашекуаре смотрите в нашем эфире после выпуска новостей, а также на наших ресурсах в YouTube и Facebook. Усилиями администрации и горожан в Гале вскоре появится собственная пальмовая аллея. Работы начались 11 июня и продолжаются и сегодня. Деревья будут с подсветкой, их планируют установить к общегородскому выпускному вечеру. Слово Анне Чкадуа. В преддверии выпускного бала администрация Галского района совместно с УГХ решили посадить пальмы напротив Дома культуры. Надеемся, что жители Гала не раз будут восхищаться данной красотой. В центре города Гал вечером 11 июня начали работы по высадке пальмовой аллеи. По словам главы администрации Галского района Константина Пили, пальмы приобрели в Ачадаре на собственные средства района. Всего в центре Гала высадят 15 пальм. Оставшуюся часть растений уже в ближайшие дни доставят в город. Высоту они около двух метров. Пальмы проверили на вредителей и обработали на месте по рекомендациям местных экологов. В преддверии выпускного дня мы хотим приукрасить нашу центральную площадь. Тут, если вы помните, стояли световые арки. Их тоже мы не оставим. Мы их перенесём на въезд города с другой стороны, установим в красивом месте. А тут будут пальмы. Это будет или в Вашингтоне, или в Финиковой. Точно не могу название определить. Сейчас уже подвезут и будем делать первую посадку. 15 пальм будет с подсветками на эту площадку. Я думаю, будет очень красиво. В питомнике есть в Сухуме, в Ачадарах питомник. Люди занимаются таким бизнесом. Мы договорились, отложили 15 штук. Они не продают, ждут нас. Сейчас первым придём, посадим. По технологии агрономы подойдут. Специально удобрят грунт, чтобы она прожилась. И потом надо будет за этим следить. Кроме того, одну финиковую пальму городу подарил руководитель галтского филиала Руб Черномор Энерго. Ниас Джигириная. Купив её на собственные средства. Необходимый инвентарь и технику для посадки предоставило управление городского хозяйства. В посадке в Пальм были задействованы около 15 сотрудников государственных служб. Всем им выразил большую благодарность глава района Константин Пиля. Атмосферу сплочённости и радости общего дела, которая царила в этот вечер в Галле, было трудно не заметить. А мы надеемся, что благодаря совместным усилиям чиновников и горожан, в ближайшее время наш город украсит собственная Пальмовая аллея. Анна Чкадова, Бату Библая, Калмедия. Кроме того, на въезде в город Гална средства местного бюджета будет возведена большая арка. Об этом корреспонденту Галмедия рассказал глава администрации района Константин Пиля, который посетил место работ. Тут планируется строиться въездная арка. Она будет большая, очень такая красивая, на мой взгляд, и на взгляд архитектуры города, и общественности. Она будет большая, размеры её будут в ширину 12 метров, высоту она будет 8. Мы согласовывали с Ингургесом для перевоза большегабаритных грузов, чтобы могли пройти 8 метров по высоте достаточно. Сейчас закладывают фундамент, смотрят коммуникации, там где-то кабель был обозначен, где-то коммуникационная водяная труба. Вот дабы обойти, вот сейчас аккуратненько начинают пока рыть котлованы. Проект уже, в принципе, утверждён. Арку, я думаю, вы покажете, какая она будет. Я думаю, это будет такое сооружение, которое будет стоять, как говорится, на века. Откуда у вас проект арки? Это местные архитекторы? Я скажу, проект, ну, сейчас я вам рассказываю. Когда, вы помните, тут произошла авария, и снесли нам стеллу вездной, это было разбито. После этого, ну, по возможностям были тогда средства небольшие. Построили вот такую вот небольшую, но она нам, во-первых, не понравилась. Во-первых, район большой, и она малая. И решили вот тут вот построить. Мы нашли, изыскали дополнительные средства, получили, налоговая нам отработала, получили сфер плана бюджета, согласовались с Министерством финансов, и решили вот такое сделать, такое хорошее монументальное сооружение. Она будет с подсветкой, она будет очень красивая. Я думаю, мы в течение, ну, 28 дней, 30, где-то в течение двух-трёх месяцев она уже будет стоять. А кем проводится работа? Это ОГХ или... Работают городские службы, работают. Это прямое бюджетирование бюджета администрации, это никакая не помощь, не дотация. Табачную продукцию изъяли на таможенном пункте Ингур. В ходе досмотра автомобиля Mercedes-Benz Vita, направлявшегося из Абхазии в республику Грузия, должностные лица обнаружили полиэтиленовый пакет, в котором была спрятана незадекларированная табачная продукция. 50 пачек сигарет «Басио» и 80 пачек сигарет «Маршал». За рулем машины находился гражданин Абхазии Шония. Сигареты изъяли. Материалы дела направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба таможенного комитета. В Галской центральной районной больнице появился новейший аппарат ультразвуковой диагностики. Аппаратуру доставили из Москвы. УЗИ гораздо современнее и функциональнее предыдущего. В центральной районной больнице есть все датчики для него, кроме 3D-датчика. Его закупят позднее. Тему продолжит Анна Чкадуа. Из Москвы в Галскую ЦРВ доставлен новейший аппарат ультразвуковой диагностики. Он представляет собой ультразвуковой сканер экспертного класса производства компании Samsung Medicine. Превосходное качество визуализации, а также передовые технологии постобработки изображения расширяют границы исследований и придают больше уверенности любому врачу. Ультразвуковая диагностика – это популярный и безболезненный метод обследования пациентов с самыми различными проблемами. Это оборудование высокого класса. Данная модель представляет собой многофункциональную систему и подходит для исследования всех систем организма, поясняет главный врач ЦРВ Стамульгангия. Ну, наш аппарат УЗИ уже исчерпал все свои возможности, и аппарат уже старого поколения, и вопрос о приобретении нового аппарата уже стоял на протяжении нескольких лет. Особая благодарность, конечно же, главе района, Хажирату Рушаевичу, за то, что они откликнулись на мою просьбу. Вот, и аппарат был доставлен из Москвы, аппарат новый, 2017 года. Функциональные возможности данного аппарата намного шире, чем предыдущего. Практически все датчики у нас есть, за исключением 3D-датчика. Вот, но в перспективе тоже планируется его купить, чтобы уже 3D-плода беременных женщин можно было бы распечатывать и выдавать на руки. Вот, данный аппарат у нас способен исследовать все генные артерии, как верхних, так и нижних конечностей, так и шейных, интракраниальных. Вот, плюсом линейные датчики для брюшной полости, молочных желез. Ну, в принципе, все, что аппарат УЗИ может делать, данный аппарат у нас это все реализует. Четкость и детализация изображения дают возможность обнаружить самые мелкие патологии, что существенно облегчает постановку диагноза на ранних стадиях различных заболеваний. А автоматические программы измерения помогают сократить время обследования до минимума, без ущерба для качества и информативности. Врач ультразвуковой диагностики Ливан Курская дал новой аппаратуре высокую оценку. У нас аппарат был старый, который стоял в 2010-е годы. Сейчас поменяли на новый аппарат, который намного лучше и вищевого класса. Аппарат имеет все датчики и все функции, которые нам нужны, можно проводить в нашей больнице. Все обследования, которые и на сердце, и на брюшной полости, и щитовидка, и вагинальные датчики тоже имеются. Все можно обследовать и проводить все обследования в нашей больнице. Еще в отличие от старого аппарата, у нас видимость намного лучше и качественнее, поэтому это влияет на качество диагностики и обследования. Как говорят специалисты-медики, именно от верной постановки диагноза зависит здоровье, а подчас и сама жизнь пациента. Не менее важна и ранняя диагностика заболевания. Поэтому идти к врачу нужно не потому, что где-то болит, а наоборот, чтобы потом нигде не болело. Три выходных дня в Абхазии. Празднование Курбан-Нихуа выпадает на воскресенье 16 июня. Из-за совпадения праздничного и выходного дня постановлением Кабмина 17 июня объявлено нерабочим днем. Курбан-Байрам или Курбан-Нихуа – исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-Байрам, в 10-й день месяца Зуль-Хиджа, в память жертвоприношения Ибрахима. Оркестр эстрадного фольклорного ансамбля «Мурзакан» и детский фольклорный ансамбль «Самурзакан» выступили в Сухуми на площади Гума в рамках проекта «Культурный марафон». Здесь 14 июня прошла лекция на тему «Абхазская народная песня в современном мире». Ее провел народный артист Абхазии Нодар Чамба. Тему продолжат наши корреспонденты. 14 июня на культурно-зеловой платформе Гума в Сухуми при поддержке администрации президента Абхазии реализован проект «Культурный марафон». Культурно-образовательный проект для старшеклассников и школьников во всех районах республики представляет собой серию лекций мастер-классов. Сегодня на культурно-деловой платформе Гума в рамках проекта «Культурный марафон» проведет лекцию выдающийся народный артист Республики Абхазия Нодар Виктор Вичанба, который хорошо известен за пределами страны. В данной лекции также примут участие музыканты нашего города. На семинар были приглашены оркестр эстрадного фольклорного ансамбля «Мурзакан» и детский фольклорный ансамбль «Самурзакан». «Хорошо, дорогие друзья, большое спасибо, что все с вами пришли. Здесь наши представители из ГАЛа есть, да, очень приятно. Не случайно, потому что вы, вот, вы люди, которые мы знаем это, которые все время подогреваете народа и проявляете интерес, и вы достигаете больших успехов, и мы вам желаем желания». Цель проекта – знакомство и пребывание в едином пространстве с уникальными деятелями искусства, для вдохновения абхазской культуры, погружения подрастающего поколения в историю, культуру и национальное искусство Абхазии. Народный артист Абхазии Нодар Чанба отметил, что у него остались самые теплые и светлые воспоминания о галцах после его пребывания в нашем городе. «Ну, сегодня такой мастер-класс, скорее всего, это семинар, наверное, это будет лекция, вот такое, лекция об абхазской народной музыке и народной музыке в современном мире, какую роль играет, что она необходима, почему она необходима. И я постараюсь открыть этот богатейший мир абхазской народной песни. И мне очень приятно, что сегодня присутствую здесь из различных районов. И особенно приятно, что из Гала приехали. У меня самые хорошие воспоминания. Мы там выступали, государственная хоровая капелла Абхазии. Мы там давали концерт. Как раз там было очень много молодежи, школьников. И они с большим интересом слушали. И вот этот прием даже после концерта, ну и во время концерта, естественно, мы часто вспоминаем в абхазской капелле. На платформе ГУМА царила уютная атмосфера. Каждый присутствующий с интересом слушал лекции профессора. Организаторы убеждены, что посещение лекции мастер-классов в рамках проекта оставит значимый след в памяти участников. Мы пригласили сегодня специально на лекцию выдающегося абхазского музыканта, народного артиста Республики Абхазия, дирижера, композитора Нодара Викторовича Джанба на эту лекцию, которая проходит в рамках проекта «Культурный марафон». Мы пригласили учащихся и студентов специализированных музыкальных и культурных учреждений Республики. Конкретно сегодня здесь у нас в гостях музыканты из города Гал, студенты музыкального училища города Сухум, гости из культпросветучилища и иных профильных учреждений. В завершении праздника оркестры странного фольклорного ансамбля «Мурзакан» и детский фольклорный ансамбль «Самурзакан» исполнили партии на народных инструментах. Помимо местных прозвучала танцевальная мелодия абхазов, проживающих в Турции. Зрители долгими аплодисментами провожали музыкантов после каждого номера. Свою благодарность музыкантам выразил народный артист Абхазии маэстро Нодар Чанба. Художественному руководителю Ираклию Джумутия была вручена книга Нодара Чанба как самому активному участнику проекта. Наш ансамбль был участником этого сегодняшнего мероприятия. Нам очень приятно, что мы получили такой огромный, колоссальный опыт от самого дирижера, от величайшего музыканта, выдающегося музыканта Абхазии, Нодара Чанба. И мы также получили книгу лично от Нодара Викторовича, за что отдельная благодарность ему. И нам было очень приятно принимать участие в этом сегодняшнем мероприятии. Как говорят артисты, именно народный танец, как никакой другой, отражает особенности национального характера, показывает различные стороны жизни народа, а также выражает чувства, переживания, эмоции, эстетически поспевая красоту человеческого тела и духа. Спорт. Парад стран на открытии игр БРИКС 12 июня начался с Абхазии. Флаг вынес легендарный футболист Ахрик Цвейба. Абхазию представляют 49 спортсменов в 11 дисциплинах. Бокс, шахматы, дзюдо, карате, фиджитал-баскетбол и футбол, самбо, настольный теннис, легкая атлетика, теннис, спортивная борьба, ушу и борьба на поясах. В копилке абхазской команды уже есть одна медаль бронза самбиста Рахмана Напиджева. Трансляции и игр БРИКС вы можете ежедневно видеть в прямом эфире телеканала Галмедиа. Игры продлятся до 23 июня. Галмедия. 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 С 7 по 9 июня в городе Сухум проводилось первенство Абхазии по боксу среди юношей 2008-2009, 2010-2011 и 2012-2013 годов рождения. Команда из города Гал под руководством тренера по боксу Реноза Булискерия завоевала 4 золотых и 1 серебряную медали. Первое место у Давида Джоджуа, Георгия Гиндия, Анри Самушия, Мате Аркания. Второе место занял Саба Абрумия. Галмедия. Футболисты одержали победу над гудаутской командой. Футбольный клуб Самурзакан 9 июня одержал победу над командой Бзыб со счетом 1-0 в ходе матчей 11-го тура Национальной Абхазской футбольной лиги. Гол Самурзакана оформил Василий Мату на 67-й минуте матча. Об этом сообщает Федерация футбола Республики Абхазия. На этом наш выпуск завершен. Уважаемые телезрители, следите за новостями Галтского района и всей Республики вместе с телеканалом Галмедия и редакцией информационной программы События недели.